Добрый вечер, дорогие друзья! Очень рад видеть тех, кого уже видел, тех, кого уже вижу и думаю, еще рассмотрю. Ну, сегодняшний концерт, уже как бы понятно, чему он посвящен, или что за тема этого мероприятия. Ну, как говорится, случилось. Три года и три месяца прошло с выхода прошлого диска, который назывался «Определьные режимы». Три года, собственно говоря, и предыдущие, практически вот столько же времени заняла работа над ним, заняла, и почему-то быстрее не получается. Ну, хотя, я бы скажу, конечно, вообще бы не получилось, если бы не добрые люди, если бы не друзья. Я должен об этом говорить, потому что все-таки это презентация, действительно, не было бы этой пластинки без спонсорской помощи. Она бывает разная. Это и денежные средства, и другие способы, как и где мой близкий друг говорит, «Анисимов, тебе надо дать волшебный пендель, чтобы ты быстрее работал над диском». Были такие пендели, действительно. Огромное спасибо генеральному спонсору всего этого проекта. Это Иркутский авиационный завод «Иркут» и лично генеральный директор Александр Алексеевич Вепрев. Огромное спасибо заслуженному летчику-испытателю, начальнику и испытательного комплекса Иркутского авиазавода Сергею Михайлюкову, моему замечательному другу. Еще одному моему другу, уже с Украины, начальнику Харьковского аэроклуба Сергею Филатову. И всем, 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 кто ждал выхода этого альбома. И постоянно мне об этом напоминал. Петь буду в порядке тех песен, как они на диске, скажем так, расположены. Но, наверное, большинство знает эти песни, потому что в течение этих трех лет они появлялись, я их пел. Разумеется, на диске они в аранжировках. Звучит это несколько по-иному. С первой песней все очень просто и непросто. Уже, когда вот вышел диск «Предельные режимы», меня многие спрашивают, почему нет песни «Я летчик». Говорю, очень просто почему. Потому что она есть на предыдущем диске «Я летчик». И даже главком Виктор Николаевич Бондарев говорит, почему «Я летчик» нет. Я здесь все-таки принял такое решение, идя навстречу пожеланиям тружеников неба. Первая песня именно эта. Я летчик. Красивая форма лампас голубой, и даже завидует кто-то порой. Я летчик. И звук от турбин на земле лучше звук, а мой самолет – это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонным летать, за это готовый я полу жизни отдать. И я летчик. Ни черту о небу я душу продал, мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, бочку сделаю в горку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько жертв. Я летчик. Там безвесть в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Я летчик. Под крыльями смерть во праве стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек. И я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горбус делаю в бочку. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное придать я валик не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссада иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик. Квартиры свои у меня просто нет, общага мой дом, общий туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предать терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Я летчик. Я летчик. Я летчик. к этому концерту, он говорит, да ладно, да поболтаем. Песня «Я летчик» звучит на альбоме целых два раза, открывая и закрывая альбом. Ну, я думаю, наверное, она имеет на это право. Я написал ее четверть века назад, в 1991 году. За это время авиации великой страны чуть было не стало, ее чуть было не уничтожили. Страны не стало. Тогда, в 1991-м, я не мог представить, что летчики вот с тоской будут смотреть в небо, что авиатехника будет гибнуть на умирающих аэродромах. Но также, как и не мог предположить, что спустя четверть века спою вот эту свою песню в сопровождении одного из лучших военных оркестров Европы. Спою в то время, когда авиация начнет возрождаться и летчики наконец-то вернутся в небо. вернуться, чтобы работать в нем по своему назначению. по самому прямому назначению. У нас на родине метель, а здесь погода на заказ и многозвездный наш отель, апартаменты. Экстра-класс удобства снаружи порвало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы. Мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз, и многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер-класс. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях, буржуи не хотели, но случилось. Мы в деле по прямому назначению, нам в этом небе нету этикета. Сюда они отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбой и ракеты вкачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Здесь каждый валит боевой, от напряжения кипишь. Кабина словно дом родной, вот только жаль, где не поспишь. А хочется очень, особенно ночью, в которой месяц не до сна, и не уйдешь на бюллетень. По распорядку здесь поймешь, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе, назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес, и сразу станут цифры двестия. Духи всего крест. Прицельный марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились. Все годы на занятиях и учениях Буржуи возмущались, но осуучилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам в этом небе нет аэтикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты Вхолачиваем в цели, Словно гвоздьи по самому прямому назначению. И вероятные друзья нам скажут просто Very good, летать по многу им нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко. Жить по распорядку К смертям уже не привыкать С годами стали мы грубее Два раза нам не умирать Но не привыкнуть хоть убей Нам жить в половину И к выстрелам в спину Минует нас по воле фарта Смерть и холодок Года спустя полетной карты Выцвевший листок Напомнит нам до боли ярко В ближней, но далекий Столь восток Мы делаем здесь то, чему учились Все годы на занятиях и учениях Буржуи были против, но случилось Мы в деле по прямому назначению Нам в этом небе нета этикета Сюда не отдыхать пришли, не в гости Мнем и ночью бомбы и ракеты Калачи мы в цели, словно гвозди По самому прямому назначению По самому прямому назначению По самому прямому назначению Спасибо Премьера этой песни состоялась уже скоро год Как на авиабазе Хмеймин Я дал, ну я горжусь честно говорю этим Я дал там шесть концертов Каждый раз встречал там близких мне друзей и знакомых Однажды даже встретил отца и сына летчиков Вот представляете, как бывает Первый раз, честно говоря, воспринималось все как-то по-другому Весело, конечно, не было Было тревожно, но не настолько, как это было уже крайний раз Было спокойнее Когда собирался туда летом Так получилось, что Ну, относительно незадолго до визита туда Мы по телефону говорили с Рифатом Хэбби Боллиным Говорю, ну скоро увидимся Увидеться не удалось Рифат стал героем России посмертно Честно говоря, с того времени я стал сильно нервничать за них Вот когда в сентябре оттуда мне позвонил мой хороший друг Поздно вечером, уставший голос такой Поговорили вообще ни о чем Ну, говорю аккуратно, не там Самое интересное, что, оказывается, когда я там выступал, они там были Но там у вертолетчиков есть еще отдельные площадки Куда я пытался проникнуть И сказали, ну его нафиг, от греха подальше И вот мы с ним поговорили Я вот стою с телефоном А у меня на противне, на стене дома, висит календарь Который мне подарили на прошлом концерте Замечательное такое изделие Но мне очень нравится Там на каждый месяц какое-то фото со мной Где выступление, либо я с друзьями своими И какой-нибудь четверостиший из моих песен Вот И это был сентябрь Я вот поднимаю глаза на календарь А там мы обнимаемся, вот, вчетвером Ну, я и четверо вертолетчиков Одного нет Это Игорь Бутенко Один только что позвонил И смотрю, а там написана песня, которая, как бы, она веселая Но в тот момент она мне просто у меня жуть взяла Было там написано Нам домой вернуться нужно С вертолетиком мы дружно под огнем Свой танец кружим Он герой, я им нагоржусь Я, честно говоря, никогда в жизни так не ждал Конца сентября, как вот в этом году Я вот говорил, что я буду петь каждую песню Вот в том порядке, как они на диске Все-таки я решил Традиция не отходить А третья песня это Вот Тем, кого с нами нет Даже не думал, что вот именно эту песню спою Потому что действительно Получается иной раз Мы общаемся И не предполагаясь, что это может быть последним общением Можно не договорить чего-то Это стихи Геннадия Шпаликова Замечательного человека, который уже давно не с нами Который известен по различным сценариям Ну хотя бы я иду шагаю по Москве кинофильма И это песни Вот Я когда-то эти стихи положил на музыку Людей теряют только раз И след теряя не находят А человек гостит у вас Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит А если он уходит днем Он все равно от вас уходит Давай сейчас его вернем Пока он площадь переходит Давай Давай сейчас его вернем Немедленно его вернем Поговорим И стол накроем Весь дом вверх дном Перевернем И праздник для него устроим Весь дом вверх дном Весь дом вверх дном Перевернем Людей теряют только раз И след теряя не находят А человек гостит у вас Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит Прощается И в ночь уходит Прощается Берегите себя И конечно же Берегите друг друга Следующая песня Ну вот все Возвращаемся мы к диску Третья там песня Название к ней придумал Мой хороший замечательный друг Евгений Хлуднев Когда-то был заместителем Командира авиабазы В Большом Савино В Перми На МиГ-31 летал Сейчас уже летает В авиакомпании России В Санкт-Петербурге Я вам мал голову Иногда Ну название песни Это всегда Очень достаточно сложно На концерте Это просто Когда дело доходит До альбома Сталкиваешься С какой-то проблемой Вот Что ты ломаешь голову Там уже у тебя Все написано Это воздушный корабль Ну это песня Про самый большой истребитель Две ледных смены На сегодня в плане И на стоянке ждут нас корабли Заря Волшебных облаков Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны В твоем Мы патрулируем пространство Щитом Бескрайней хипотничной страны Под крыльями Поблескивают реки И небо по маршруток Как проспект Там на земле Нас ждать Остались Вынутые чеки И значит На чеху Боекомплект Ракеты Мирно Дремлют На пилонах И верят Что не будут С ветерком Отчаянно Носится На различных Эшелонах В погоне За каким-нибудь Врагом Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвое Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Будничной страны По облакам Корабль как по волнам Хоть сорок То нас словно Налегкие И если что Мы можем При желании На полном Увидеть звезды Днем На потолке Ну а пока Увидеть бы Люж В просторе Океана Голубом Кораблик наш Воздушный Он ведь Тоже хочет Кушать Он пьет Наши Все четыре Все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Будничной страны Как в гавань Корабли Идем Снижаясь Отряд вернулся Самолет И вред И пусть нельзя Мы курим На стоянке Улыбаясь Пока машины Техники Чехлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет Бескрайней Тишины Дай бог Нам уходить В полет По плановой Таблице Когда по плану Значит без войны Кругом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все Четыре Стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Великой И родной Страны Страны И Chill С塗 Великой По поводу этой песни когда там ни один товарищ полковник но уже он был в запасе, не в Перми было, по-моему, в Липецке, и он, ну вот, ты бы написал песню про истребителей, я говорю, да у меня есть про истребителей, там вот ромбик, он говорит, нет, это все про Кубинку, это пилотажники, это не истребители, вот истребители, ну я потом написал песню про МиГ-31, говорю, вот тебе песня, он, не, ну МиГ-31 это не истребитель, да что же это такое, вот, а следующая песня на диске, в свое время, когда она только появилась, я где-то на каком-то концерте заикнулся, что вот она тоже без названия, как-то помимо моей воли, там, или как это сказать, в интернете даже какой-то пошел конкурс на придумывание названия этой песни, в итоге все-таки я ее назвал так, как сам, ну просто для себя ее называл, Маш. День сегодня не задался, я чуть было не проспался, вроде не гудели мы вчера, зацепил, распил путильник, как любимый подзатыльник, вот и Маша, доброе с утра, сдул, видно, спа, заранку, зря дневник я взял ваньки, в школе оказалось он в пике, и шумит родная Маша, что мальчишка весь по Пашу, точно летчик без царя в башке, Полчаса мне до работы, нам до вечера в полеты, командир навстречу не к добру, что-то там не по уставу, и за это он мне вставит, что ж такое нынче полутру, Мне в санчасти пульс проверят, и давление измерят, доктор скажет, летчик, не грусти, Указание, постановка, цели, курсы, обстановка, ты меня, бетонка, отпусти, Ты меня, бетонка, отпусти, В небе так немноголюдно, здесь спокойно и уютно, И никто не пилит, не орет, Я бы здесь пожить остался, в же силе ледно прописался, Но уже четвертый разворот, Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю, А где тук-тук, не слышу под собой? Лампы красных сеймофором, мне кричат с панели хором, Парень, нынче день совсем не твой, Па-па-па-па, блин, сегодня явно день не мой, Вниз доклад, ответ советует, Делай то, не делай это, Шеф-то поведет ласково, держись, Танцевать я мне, бери, Но с перегрузки в плюсы в минус, Знакопеременно, все как жизнь, И совсем не пережливо, Самолет я в хвост и в гриву, Воздух с возмущением свистит, Ты держись, стальная птица, Нам с тобой нельзя убиться, Маша мне такого не простит, Мне с земли дадут пистону, Хватит, мол, давай-ка в зону, Не дури, пара борт покидать, Водают, ты слышал, милый, Помогай мне, что из силы, Хочется с тобой еще летать, Ты сейчас мне всех дороже, Я тебе, наверное, тоже, И друг друга надо нам спасти, Ванька ждет меня и Маша, А тебя ждет техник Паша, Нам никак нельзя их подвезти, Нам никак нельзя их подвезти, Прочь, фонарь, мы на глиссаде, Мы с тобой на брюхо сядем, На борту я сам себе, О, ста, ты контрактор пронесешься, В ограждение уткнешься, Порослю на грунте пропахав, Снег кругом, а мне так жарко, Здравствуй, скорая пожарка, Доктор снова, кружка, спирт, глоток, Черт, и командир тут с ними, Растолкает всех, обнимет, Что-то намекнет про орденок, Па-па-па-пам, па-пам, па-пам, Блин, пошутил небось про орденок, Начинался день как кома, Но посвистывая к дому, Улыбаясь, дую налегке, Ванька мне доложит, Бойка, что исправил кол на тройку, Горизонт выходит из пике, И меня обнимет, Маша принесет борща и кашу, Нам твоим по рюмочке нальет, Как бы кто-то ни старался, День сегодня все ждался, Мы вернулись, я и самолет, Как я сильно не старался, День сегодня все ждался, Мы вернулись, я и самолет. Мы вернулись, я и самолет. Спасибо. Часто спрашивают, конечно, Или всегда даже спрашивают, Откуда какая-то песня, Что случилось, что было. Брать не буду, конечно, Есть какие-то события, Какая-то мотивация Написания определенных вещей, Иногда это необъяснимо. Ну, конкретно с этой песней, Это, наверное, какой-то такой собирательный образ, Хотя, наверное, Больше всего поводом стал Такой мой приятель в Липецке, Леша Хакбердыев. Как я его прикалываю, Говорю, это у вас наследственное. Просто отец у него, Ну, сейчас уже полковник Отставки или запасе, Он два раза садил Су-25 С невыпущенными шасси. Вот, Леша посадил в 2010, Отставить в декабре 2009 года, Ночью Су-25, Не выпустив шасси в Липецке. Ну, не знаю, Кстати, орденок он получил, Орден мужества. Вот. И я, ну, не то что горжусь, Как бы мы сделали программу, И где сюжетом был небольшой такой штрих, Вот именно об этом событии. Ну, летчики не считают это, Это подвигом, это работа, Как мне недавно один герой России сказал. Но я всегда говорю, И не только я, Что если героя нет, Его надо выдумать, А здесь выдумывать не надо. Вот. И вот, ну, орденом его наградили Через полгода, После того, как наша программа вышла, Не знаю, это повлияло или нет, Ну, по крайней мере, это случилось. Я уже говорил, что, конечно, Я очень благодарю всех, Кто сегодня сюда пришел, Это очень здорово, Мне здорово всех видеть. Я особо благодарю тех, Кто, я знаю, Было очень трудно сюда вырваться, Но они вырвались. И вот, У меня тут, Вот там, Сидят замечательные ребята, Ну, я могу и так называть. Это герой Российской Федерации, Сергей Богдан, Летчик-испытатель. Это герой Российской Федерации, Олег Мутоин, Летчик-испытатель. Это мой замечательный друг, Который буквально в прошлом месяце Установил несколько мировых рекордов На самолете Як-130, Летчик-испытатель Андрей Варапаев. АПЛОДИСМЕНТЫ Это я к чему говорю. Я просто, вот, Следующая песенка, Она, конечно, В первую очередь для них, Ребята, это для вас. Кстати, одним из первых ее, Если не первым, Услышал как раз Сергей Леонидович Богдан У себя на кухне с Леной. Я долго думал, опять же, Вот история с названием, Как ее назвать? В итоге получилось очень сложное И замысловатое название. Но оно звучит как Посвящение испытателям. В небесную обитель Мы приводим их, Как в сады детей. Для них мы, как родители, Куда уж ближе родней. Мы словно воспитатели, А не попуты школьный класс. Они ж, как испытатели, Испытывают нас. И в небесах распахнутых, Перемещаясь вверх и вниз, Играем с ними в шахматах, Держись, как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, Не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, А мы испытываем их. Мы в небе летать И работать не хочем, Но в ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть, И в солнце и тучах романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горе предложат, В полцах два за неба мы точно откажем, Летая на все, А по что летает и даже На том, что летать по идее не может. Болтают обыватели, Что мы живем, Как в масле сыр, Часто считают, сколько тратили, Считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, Благоволит удача нам, И деньги словно фантики, Швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, Что не измерить кошелек, Когда останется родным на память Шлем и орденок. И в новостях лишь пара Раз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, А мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, Но в ответ они тоже нас многому учат, И хоть красота, Истек солнца и туча, Романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Полцарства за небом мы точно откажем, Летая на всём, что летает, И даже на том, что летать спойти не может. По краю наставлен не ходим, Вот ещё б тот край найти, Чтоб не было сомнений, И возле ты мог сказать, Лети. Любимому ребёнку, Что за годы научит жить, И в лебедя-утёнка смог, Как в сказке, превратить. А после дети новые, Которые северней, умней, Старктивые, рисковые, Нету вновь для нас родней. И снова непослушный голос Перед уроками прийти, Они испытывают нас. А мы испытываем их. Мы в небе летать и работать и хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота исты солнца, И в тучах романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Полцарства за небом мы точно откажем, Летая на всём, что летает, И даже на том, что летать спойти не может. Мы в небе летать и работать и хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота исты солнца и в тучах, Романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Полцарства за небом мы точно откажем, Летая на всём, что летает, И даже на том, что летать спойти не может. Летая на всём, что летать спасти не может. Иногда песня тоже какая-то история была, Это вот достаточно давно было, Иногда песни-то рождаются спустя годы, Ну, так бывает, Сегодня буду одну такую песню петь. Так и здесь, я не помню, Куда я ехал в командировку, Ехали в командировку по какой-то Авиационной линии от телевидения, И, ну, как у Андрея Макаревича поётся, Вагонные споры – последнее дело, Когда больше нечего пить. Пить было что? Споры, соответственно, были ещё больше. И вот как-то разговор так переключился В большую конкретику авиационную Именно касательно лётчиков-испытателей. И вот, ну, такой обыватель, Я иначе не могу назвать, Сидел в купе, И он говорит, Да что теперь испытатели? Как бы там риск-то никакого, Всё просчитывает компьютер, И потом только, ну, Лётчикам необходимо там поднять самолёт И выполнить задание, Которое просчитано на компьютере. Мне, ну, в той ситуации даже чуть-чуть говорить, Человеку объяснять, Я, может быть, поэтому какую-то такую вот Поверхностную песню написал, Испытательная работа, Вот они скажут, она гораздо глубже, Не то, что гораздо, Это, ну, такой пластик, Я даже не знаю, как его песни описать. Вот. А то, что современная испытательная работа, Она была, есть, остаётся опасной, Ну, просто вот, ну, На такой ближней памяти, Это Олег Спичко, Александр Кружалин, Сергей Рыбников. Это те, кто вот Ушли в свой крайне испытательный полёт. То есть, работа остаётся И будет всегда опасной. Ребята, спасибо вам, Возвращайтесь обратно. Ну, по поводу следующей песни, Я просто вспоминаю, Всё время как-то случайную встречу здесь, 85-летие военно-транспортной авиации, Было, я выступал на Поклонной горе, И сюда собрали многих Транспортников с разных полков. Я встречаю своего близкого друга Олега Калинина из Пскова, Я говорю, ёлки-палки, Ну, вот вас достали, Тут ещё и сюда притащили. Он говорит, слушай, Говорит, это так хорошо, Что нас сюда притащили. Ну, хоть, во-первых, Медальку Нестерова получил, Во-вторых, хотя бы отдохну, А то, говорит, Только в артек летаю, Говорит, и смену белья Успеваю поменять И вперёд-вперёд. Маршруты пишем в небе над землёй, Посадки словно знаки предпинаний, Устали от внеплановых заданий, Здоровый сон не с быточной мечтой, И кто бы нам скомандовал отбой. Домой не успеваю, позвоню, Жене скажу, что снова улетаем На север, и когда назад не знаем, А сам на юг с ребятами махну, У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт, И если мы отправимся в весну, Нас не курорты ждёт, а аэропорт, У нас сегодня чартер на войну. Городой глиссадой, словно камнем вниз, Коллеги за бугром так не умеют, Мальчишки все притихнут и побелеют, Нормально, лишь бы кто-то не раскис, У нас заход всегда здесь, как на бис. Их увезут, а привезут других, В обратный путь мы снова санитарим, Мы с доктором кому-то шанс подарим, Дай бог, чтобы этот путь не стал для них Дорогою намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, Для них теперь так много на кону, Кому-то не судьба и не спасут, Будь брок и чартер в чартер на войну. Луна таблеткой в блистере висит, Идем ночной глиссадой к дому вместе, И при воде огни, как будто крестик, Как тот нас спасет и сохранит, Господь нас все спасает и хранит. А думает, что это она, моя любовь, Шутя мне скажет, где вас буря носит, И что за пятна на комбезе спросит, Пусть бог простит, но я совру ей вновь, Скажу, что это кофе, а не кровь. Спасибо. Я все-таки вот думал долго, Что вообще происходит на презентации. Обычно приглашается группа товарищей, Которая участвовала в проекте. Их участвовало много, Поэтому, ну даже если было бы немного, Основная, как это, была такая знаменитая Могучая кучка. В девятнадцатом веке, по-моему, Я по музыкальной литературе проходил, Когда учился в музыкальной школе. Вот. У нас тоже была такая могучая кучка, Их сегодня со мной нет, Но я все равно хочу немножко об этом рассказать, Об этих людях замечательных, Без которых, естественно, этот буддиск не состоялся. В первую очередь, это мой близкий, Без близкий друг, с которым мы работали Над всеми моими дисками, Начиная с пластинки «Ночь. Такое время года» В 2004 году, вот уже 12 лет, Ну реально 13 лет мы с ним работаем. Это Сергей Сухомлин, Известнейший аранжировщик, Известнейший не только в Беларуси, Он титул аранжировщика года в Беларуси Неоднократно получал, И у него международные премии, И он работает вообще, Ну как-то, такое слово, конечно, В попсе, Но вот мы еще вместе, По дружбе еще и со мной. Он неоднократно был на Евровидении, Писал песни для этого конкурса. То есть такой, Не сильно заметный человек, Но при этом, как бы, В этой музыкальной тусовке очень известный. Это вот основные аранжировки, Сведения местами соло-гитара Сергея Сухомлин. Еще один мой замечательный друг, Это, я не скрываю, Вот на диске там много гитары, Там не везде я играю, Далеко не везде, Потому что, ну одно дело на концерте тут сыграть, Я считаю, что на диске должно быть все безупречно, Безупречно я не умею. Поэтому все такие вот лидирующие партии на гитарах Исполняет Сергей Егорович Антишин. Те, кто были на моем концерте В последние десятилетия, Это человек, Которого я очень давно знаю, С которым я мечтал выступить На протяжении, ну, почти 20 лет, А он работал с песнярами, Он работал с Юрием Антоновым, Он сейчас работает в таком коллективе, Как оркестр Михаила Финберга, Он джазмен, Годом неоднократный, Ну просто такой очень веселый, Замечательный человек. Я, кстати, надеюсь, Ну так предваряю, Я говорю, что уже сегодня здесь Можно покупать билеты на следующий концерт, Который состоится, конечно же, 23 февраля, Вот, приходите, И я надеюсь, что есть, Ну, там в рекламе будет, Либо я, либо мы вдвоем, Очень хочется с ним вдвоем выступить, Ну, и он тоже хочет, Но получится или нет, Потому что оркестр очень востребованный, И они постоянно в гастролях. Еще со звуком мы работали в двух студиях, С Антишину мы записывали, Здесь такая минская студия «Бегемот», Ей руководит Алексей Зайцев, Он тоже такой очень выдающийся аранжировщик, Звуковик, если так можно сказать, Он преподает аранжировки и звук В Белорусской Академии Искусств. То есть, ну, уровень понятен. Это, ну, мне с этими ребятами Очень комфортно работать. Я, честно говорю, Можем засесть в студии, Там, на полдня минимум, И это такая живая работа, Что-то не понравилось, Что-то переиграли. Конечно, авторская песня, Она, это не «Беро» там с «Битлз» Или, тем более «Пингфлойд» где-то, Когда там, ну, это просто Работа на много лет плотная. У меня там она тоже на много лет, Но не плотная. Это Сергей Зенченко, Дизайнер всех моих дисков. Многие иногда обращают внимание И говорят, ну, где ты его нашел? Ну, во-первых, уже по этому новому диску, Который здесь сегодня продается, Вот военные не спрашивают, А некоторые граждане спрашивают, Что это зеленого цвета? Один мне даже сказал, говорит, Есть фильм «День выборов 2», Там портвейн зеленый. Я говорю, все очень просто. Вообще этот цвет, Тот, который, когда смотришь Прибор ночного видения военный. Ну, сейчас немножко другая цветовая гамма, Но, в принципе, вот оно. Идея была такая, дизайнерская. Про Сережу могу рассказать, Что закончил он Минский институт иностранных языков, Воевал в Анголе Военным переводчиком. И как-то однажды, вот мы сидим, Он говорит, слушай, Ну, там, что-то, то-то, то-то. Я там про вертолетчиков. Он говорит, о, говорит, У нас был такой вертолетчик. Ну, ты его вряд ли знаешь, Но у него фамилия странная. Кук. Ну, конечно, я даже через сына Привет передам. Вот. Представляете, какой мир тесный, Сергей Викторович. Да и вам так, на всякий случай тоже. Вот. И, вот, будучи военным переводчиком И так далее, человек впоследствии Как-то увлекся дизайном настолько, Что неоднократно брал золотые статуэтки На международных конкурсах дизайна. Сегодня в одной известной дизайн-студии в Минске Занимается промышленным дизайном, И не только, в общем. Ну, вот. Мы все такие, наверное, У кого образование непрофильное. Вот Сухамлин, он инженер-строитель, Терзенченко, Иньяс, вот. Я инженер-строитель, военный. А некоторые считают, что летчик, А еще и тележурналист в итоге оказался. И также человек, у которого в типографии Печатались эти все диски, Это Денис Ревяка. Такая фирма-студия Дизапресс в Минске. Он автогонщик. Ну, это, вот, я не знаю, что для души, Наверное, автогонки. Печатная это работа полиграфическая, Это, ну, это работа. Надо сказать, что диски я летчик, Когда самое первое издание Выходило, если у кого-то оно было, Наверняка там, где на обложке Я там в США улыбаюсь радостно. Такой, который вот разворачивающийся диск, Как сейчас. Сейчас этим уже не удивишь. А тогда, когда он выходил в 2006 году, Ну, в России они, может быть, уже были. Ну, не может, они были. А в Беларуси это был первый Вот такой проект. Потому что, ну, у человека вот такой технический взгляд. Я привез из России, там, не помню даже, Чей диск какой-то. Вот, говорю, Денис, хочется вот такой. Он посмотрел, посмотрел, Он говорит, будем работать. Вот. Там что-то резал сам ножницами, Еще чего-то и так далее. Ну, и в итоге вот тогда это получилось. И, ну, вот эта команда мне нередко Предлагают. Ну, давай вот с нами. Я говорю, нет. У нас есть своя команда. Единственное, конечно, ну, могут Не то, что меняться. Это, опять же, мои близкие друзья-фотографы. Потому что фотографии бывают разные. На, допустим, диске «Я летчик» Это Николай Леонов, там фотографии были. Игорь Руденко. На предыдущем предельных режимах Это Алексей Нагаев. Здесь, на центре разворота, фотография. Это такой, ну, непрофессиональный фотограф Николай Анисимов. Ну, потому что в Ми-24 было сложно В переднюю кабину запихнуть еще оператора, Который бы сфотографировал меня. Вот. Ну, ладно. Много текста. Просто я, когда вчера, ну, многие звонят с Москвы Говорят, ну, ты едешь? Я говорю, да, я еду. Ты самолетом или там поездным? Я говорю, я на машине. И такая, ну, какая-то пауза чеховская. И потом, ну, некоторые какие-то такие размышления Насчет сумасшествия. Это как раз, когда тут в Москве был Какой-то транспортный коллапс. Не все в один голос говорили, нельзя. Ну, к счастью, ну, дорога была плохая. Но уже, конечно, ликвидация последствий Какая-то наступила. Это «Я все к чему». Это к следующей песне про погоду. Ветры с утра вовсю в полях гуляют Устроили какой-то шумный пир И тучи землю клочьями цепляют Как будто бы замерз, молчит эфир Наверное, уж лучше снег в июле Чем этот ливень, молнии и гром Синоптики нас снова обманули Про дробь до самых плит Аэродром Осябли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем И жены радость тщательно скрывают Дождя, увидев слезы на стекле Пускай гремит и молнии сверкают Спокойней, пока мы на земле И кажется, что небо цвета хаки Его расчертит молния и зло Грустят аэродромные собаки Укрывшись от ненасти Под крылом Осябли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем И небо, как компьютер, вдруг зависло Мы на высотке, будто под шатру Ударит шар бильярдный Словно выстрел И где-то канонады фронта Гром напомнит нам о том, как мы летали В свинцовых небесах, дождях войны Погода нас тревожила Едва лет летали Только ждали тишины Осябли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле привязаны дождем Ждем Ждем Осябли на стоянках самолеты Нас терпеливо ждут Мы не идем Погода прекратила все полеты И мы к земле Привязаны дождем Ждем Спасибо Со следующей песней, которая на диске Мне всегда сложно по некоторому репертуару Я считаю, что она не совсем, может быть, вписывалась в общую концепцию Но, тем не менее, она исключительно авиационная И никуда было не деться Просто главное было придумать, куда ее там вставить Вот мультипликационно-патриотическая песенка В тридевятом летном царстве По тревоге всем подъем С исключительным коварством Прилетели к нам с мечом Но мы помним поговорку Что в итоге этот меч Может в ходе всей разборки Неприятностей повлечь Супостату что-то сплечь Мультиледи джентльмены К нам с агрессией войной Супермены, спайдермены, монстры, симпсоны, толпой Покемоны, поголовно, весь диснеевский народ По команде вероломно Нам устроили налет Прилетел мультяшный сброд Кот матросским вскроет сынки И обоймы все набьет Срочно швейную машинку Переделал пулемет На себе порвет тельняшку И оденется в мундир Грозно репнет всем мультяшкам Что отправит на гарнир А еще башка секир Двое из ларца доложат Двинется ли наш радар Эскадрилья бабок-ежек Влетает на удар Бабки лопят без осечек Всех мультяшек в прах и пух Их наводит наш разведчик Он под шариком облух Тучка в небе Винни-Бог Рота Шреков наступает С ними ниндзи заодно Им навстречу влетает Грозных Карлсонов звено Дядя Федор снайпер-летчик Бомбы их хучно положил Это авиановодчик Цели точно подсветил Это генокрокодил Подобьем мы все на миги Голливудовских путят Змеи-горыны через стратеги На задание летят Не успеет, не ударит Скоростной зеленый пшик Наш с фонариком комарик От него оставит пшик Наш комар не лыком шик Грокодила в чебурашек Примет коврик самолет Что там транспортникам нашим Им команду и в полет На борту весь полк мультяшный Самолет-ковер летит Вместе пойдет тесант Отважный волк и саяц Впереди супостат Ну погоди В нашу сторону ракета Дело, видимо, от табак То ли Макдоналд Дуглас Это то ли жадный скруж Макдак В отеноре мрачнее тучи Жить жестянка вечно пьян Развернет корабль летучий И направит на таран Прокричит Но пасаран Их мультяшка в заграничном Обломает все мечи Нас согнуть проблематично Мы ведь стертые калачи Будет бит Дисней в итоге И отправлен на утиль Коль поднимут под тревоги В небо наш Союзмультфильм Мирный наш Союзмультфильм Спасибо Ну да, тоже Как-то На одном мероприятии Виктор Николаевич Бондарев сказал Да что, я теперь уже Воздушно-космические силы Союзмультфильм Могу это называть А кто-то меня Не помню уже Кто-то из друзей спросил А че это ты тут Карлсона сюда припер Говорит Ну у тебя что Позиционируешь Что персонажи Русских сказок народных И советских мультиков Я говорю А кто сказал Что Карлсон Это шведский герой У меня как-то Сын летал в Стокгольм Посетил Я говорю А это моя любимая книга Я говорю Ну ты хоть сходи туда В домик этот на крышу Там есть эта штука Но он на эту экскурсию не попал Но в музей Стритлингрен был И он рассказывал Что говорит У них там Карлсон Это вообще Это отморозок Значит Сумасшедший Хулиган там И так далее Ну это наш герой Следующая песня Ну тоже хочу немножко рассказать С ней было сложно То есть петь ее Как бы Наверное не так сложно Как получилась эта история На диске У меня на предыдущем На предельных режимах Это такие секреты Технические Я скажу Я сделал песню Миль Спасибо вам Товарищ Миль Ну помните Наверное Кто знает И песня была Была уже готова Кстати Вот эту историю У меня однажды Недавно Один летчик-испытатель Сравнил с тем Как Конструировали Самолет Су-27 Когда Симонов Просто вот Все отменил Когда уже Самолет был готов И все начали С белого листа Опять заново И получилась Вот эта великолепная Машина Ну я не хочу сказать Что получилась Великолепная песня Вот Здесь немножко Другая была история Миль мы Когда сделали Аранжировку И уже вот Ну она готова Была на диск Ну вот я слушаю Ну вот Ну не для этой песни То есть все красиво Вроде как бы Все-таки одно дело На гитаре сыграть Когда вот это все Накладывается куча инструментов Хочется Чтобы это звучало Так как хочется И вот я понимал Что все вроде как Красиво Но меня не устраивало А Пойти сначала Это всегда очень сложно Ну Даже хотя бы В принципе Ну как бы банально Не звучало Из-за денег Потому что это дорого Во-вторых Как бы Ну опять Второй раз Этот путь пройти Очень тяжело Это нервы Это Как я говорю Махание шашками Не так и вот так И я тогда вот Помню что Ну нашел Какие-то себе силы И Вот все К черту стерли Сделали заново Вот так же получилось С песней На этом диске Я все смеюсь Что тогда вертолетная песня Что опять вертолетная песня Тоже она уже была готова И я вот тут между Москвой и Минском Метался на машине Езжу слушаю Ну вот Ну Не так Она какая-то Как-то вот звучит Веселовато А там драма Ну в моем понятии И вот уже А диск уже практически В типографии И вот завернул Быстро сделали Опять вариант И я считаю Он получился Такой какой я хотел Ну оцените сами Кожая коровка Помню тот солдатик На погрузке Обозвал коровой Вот пижон Все шутил Внутри Мол Как в кутузке Что я даже Не вооружен Но не до него Когда нон-стопом Кружат мои Восемь лопастей А под ними сердце Где галопом Скачут Двадцать тысяч Лошадей Это мчаться По небу Галопом Двадцать тысяч Ледных лошадей Я ношу в себе Живую силу Как в час пик Автобус Я набит Где меня уж Только не носило Блистер по муднел Молый бок болит Но когда без дела Я кукую Грустно свесив Восемь лопастей Весь табун Скучает И тоскуют Двадцать тысяч Ледных лошадей Рвутся в небо На земле Тоскуя Двадцать тысяч Ледных лошадей Страны менял Пахал Как трактор И в режимах Чрезвычайных Жил Засыпал Взбесившийся Реактор И пожары Сотнями Тушил Штатовский Чинок В горах Однажды Высь подняли Восемь лопастей Если что Поднимут Боинг Даже Двадцать тысяч Ледных лошадей Если надо И не то Покажут Двадцать тысяч Ледных лошадей В небе С экипажем Дни и ночи На работе Некогда Грустить В левой чашке Пилотяга Летчик Мы с ним вместе Нас не разделить И окружность В небесах Сияет Что рисует Восемь лопастей Как в упряжке Мой пилот Сжимает Двадцать тысяч Ледных лошадей Нежно держит Ручку Погоняет Двадцать тысяч Ледных лошадей А того бойца Я встретил снова Я его запомнил Как летел Тот, что про меня Сказал Корофа Вот пацан Повоевать хотел Пуля дура Догнала Скосила Слава богу Жив Меня узнал А когда Ко мне на борт Вносили Божьей коровкой Обозвал Прошептал Спасибо На носилках И коровкой Божьей Назвал Божья коровка Полети на небо А там твои детки Кушают конфетки Спасибо Не помню рассказывал Эту историю Леониду Потому что выступаешь много Где-то начинаешь Чуть вспоминать Чуть повеселее Потому что песни Не самые веселые У нас в Минске Есть замечательный Авиационный музей В аэроклубе Минском Это Боровая Такой Ну на окраине Города Минска Там Ну замечательный музей Там на сегодняшний день 45 экспонатов В виде самолетов Вертолетов Он постоянно пополняется Туда очень много Иностранцев ходит Там стоит Ми-26 Такой С зубами нарисованный Ну оригинальный очень Его долго восстанавливали Этот борт Участвовал В ликвидации В последствии Аварий на Чернобыльской АЭС Он не засыпал реактор Но он там летал В общем-то Он дезактивирован Там Ну как бы Опасности не представляет И вот там Директор музея Он сейчас перевелся Куда-то Полковник Такой замечательный Летчик Ну не летчик Он инженер Он со своеобразным юмором Вот когда иностранные группы Приходили Он все время Вот они А он рассказывает Там переводчик И он говорит Вот этот вертолет Ну он самый большой в мире Значит А вот конкретно Вот этот Участвовал В ликвидации Последствия аварии На Чернобыльской АЭС Иностранцы Все сразу И дальше уже Быстрее Быстрее К другому экспонату Вот Но был смешной случай Говорит Однажды Приехал Немец С женой Ну здесь Стоит уточнить Что жена у него русская То есть Она когда-то Вышла замуж Уехала в Германию И видно В каком-то виде Немца воспитала Все-таки Что-то русское В этом есть В том Что я расскажу дальше Он Ну по-русски Неплохо говорил И вот Ну Директор музея Ему рассказывает Всю эту историю Тоже И говорит Вот Вертолет Самый большой в мире Вот он такой большой Вот именно этот был На Чернобыльской АЭС Немец так посмотрел И говорит А-а Это после Чернобыльской АЭС Он такой большой стал Что-то же должно быть Еще оригинальное На презентации Я вот подумал Я хочу такой конкурс объявить Может быть Знают А может не знают Ну кто-то же угадает Ну там диски-то продаются Но есть вот один Тут даже подписанный Мы напишем Выигрыш ему Вопрос Достаточно Наверное Простой Сколько самолетиков Вот здесь В этой гитаре Вот я буду петь А вы можете считать Там или как Семь Ну считайте Можно по земле ходить Не споря И поле считая километры Ну а кто-то любит Плыть по морю Доверяя жизнь Волнам и ветру Мне земля нужна Лезвля разбега Хоть и не мечтаю я О звездах Ручку на себя Здравствуй небо В небе опираюсь я На воздух Каждый день по жизни Как на фронте Впрочем я совсем не унываю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю Жизнь порой в штопор загоняет Виражи и прочие фигуры И в приборе шарик мой гуляет Он жирон и стонут И нервюр На петле мне ветер подпевает Небеса с землей перевернутся Возмущенный воздух Пусть болтает Главное мне в горизонт вернуться Каждый день по жизни Как на фронте Впрочем я совсем не унываю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю Пусть туман повиснет на полгода Сняк отельный дождь Я не тоскую Летаю даже в непогоду Я ведь авиатор И я рискую Я подал на свете все до краю За мгновения те, что на закатах В небе плоскостями Я сверкаю И летаю в трех координатах В небе плоскостями Я сверкаю и летаю В трех координатах Каждый день по жизни Как на фронте Впрочем я совсем не унываю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С шариком по центру В горизонте С песенкой по небу Я летаю С песенкой по небу Я летаю Вот я вижу некоторых технически вооруженных людей Они делают фотоснимок серьезной фототехники Потом смотрят туда Я понимаю, с какой целью Давайте отдадим приз Девушку Она стерпит Я ее подписал в диск Я помню Не, ну что Какие предложения Десять Нет Семь Нет Кто сказал девять Ну и конечно он наверное знает Идите сюда, доктор Я его знаю хорошо Но по-моему он не считал их здесь Я на грифе считал Значит Если только на грифе Значит вы уже выпили Ну здесь написано Ура Самолетов девять Девятка и в скобках девять прописью Так Держите Ну я просто чтобы не было Как сказать Инсинуации Поздравляю вас Вот раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Вот здесь Анисимов Сверху пошел Самолетик Восемь Там этикетка такая На ней написано Военно-воздушные силы Мы рождены Чтобы сказку сделать Были И Анисимов Самолет такой Девять Ну должна же была быть Какая-то интрига У меня У меня честно говоря Вот с этой этикеткой Связана история Однажды я Возвращался с концерта Из Харькова Еще То Майданная Украина Меня очень так Бурно там провожали И Ну буквально Уложили в поезд Чего греха дать Ну Это была глухая ночь И таможня Между Украиной И Россией Я ехал тогда Не в Белоруссию А в Россию Она там Ну ночью И В купе Нас было только двое Я Причем на верхней полке Причем-то мне там Ну нравится Там под низом Ну нижняя была пустая И на нижней полке Напротив была бабушка Которая Библию читала Ну бывает Вот Значит Разбудили нас пограничники Ну достаточно вежливые люди В другом смысле слова Значит Я достал паспорт Посмотрели Поставили штамп И все Дальше Они ушли Ну я уже засыпаю Дверь сдвигается Заходят такие Сытые люди Ну таможенники Значит Что везем Что везем Там Образно говоря Ну Я говорю Да ничего такого Спиртное Я говорю Везу Сколько Не знаю Как не знаю Сколько влили Сколько и везу Вон Вы тут сейчас Дошутитесь Говорит Ну и все В общем Какая-то Муха укусила Доставайте Там Сумку Смотрят Сумку А что у вас там Наверху У меня гитара Она не влазит В купе Ну то есть Ее надо Вот когда захочешь Сверху там полка Она Ну я достаю Открываю Ну а инструмент Еще тогда был Только из мастерской Вот только сделан Весь сверкал Говорит Так Сколько коштует Сая гитара Я говорю Я не знаю Ну так вы попали У вас проблемы А я знаю Что есть там У них по законодательству Я упаси боже Украина Это моя родная страна Я школу там заканчивал Без всяких Просто сама история Такая Веселая Там Если Ну вообще Музыкальный инструмент Дороже Там определенные суммы По-моему Что в районе Там тысячи долларов То надо декларировать На ввоз Иначе можно не вывести Ну и все Он мне говорит Это проблема Сколько инструмента Я говорю Откуда вы узнаете Сколько он стоит Да вы Какожид Что вы такие Разумные Людына Значит У нас вот компьютер Здесь вот Мы смотрим Маркова инструмента И он там Ну Выдается его цена Я говорю Если он старый Ну есть коэффициенты Я говорю Ну ладно Вот вам мой паспорт Ну зачем мне не паспорт Я говорю Ну фамилию посмотрите Зачем мне не фамилия Я говорю А там посмотрите А там на этикетке Вот как я уже говорил Николай Анисим Я говорю Ищите Производителя Они вышли И вот эта бабушка Это вообще Финал истории Был просто потрясающий Которая вот Весь вечер И ночь читала Библию Такая невозмутимая Сидела в очках И такая Очки сняла Лукаво на меня Посмотрела Новые сделали Действительно Как-то получается Много текста Не устали вообще Еще Немножко Немножко Нам надо спеть Чтобы диск закончить В плане того Чтобы презентации Вот Вы заметили Наверное Что после каждой песни Я рассказывал О том Ну как бы О вспетой песне Следующая песня Она все-таки Рассказ ее Предваряет Премьера состоялась Просто на прошлом Концерте Я ее тут с листочка пел Где-то даже сбивался Сейчас уже разучил Но песня действительно Имела историю Предысторию Вертолетчики знают Есть такой замечательный Вертолетчик Михаил Степанович Сычнюк И группа товарищей Которую он объединил В авиакомпании Петропавловск Авиа в Благовещенске Это авиакомпания При крупном Очень производственном Предприятии Когда Миша создал Эту авиакомпанию Он собрал всех тех Кто с ним воевал В Афганистане В Чечне Это люди Когда они вот становятся Их там не сильно много Но я все время говорю У вас родинов Килограмм 5-6 И вот Это ну не шутка Это действительно Там Серьезные Боевые награды И они меня приглашали На Ну неоднократно Я там выступал Это была годовщина Вывода войск Из Афганистана Четыре года назад 15 февраля 2012 года Мы туда полетели С группой Голубые береты Я может еще потом расскажу Эту историю Она веселая Выступили Вечером посидели Понятно А утром Они по заданию Полетели Там на Рубники Там на Север Ну и Север Чисто географически Это Ну там везде холодно Полчаса лета Земли радиограмма Вертолет разворачивают И наш полет превращается В санитарный рейс Мы залетаем В районный центр Зея Такой есть Две скорых помощи У меня даже фотографии Эти все есть Я там фотографировал Мне интересно было Мужчина и женщина И полетели мы в Свободный Это космодром Восточный нынче Там просто более серьезная больница была Там реанимация приехала Все Их забрали И мы полетели дальше по задаче И я вот как журналист Думаю на елки-палки Ну ведь Вот Для сюжета просто потрясающе Вот вчера эти люди Вспоминали Афганистан Во время той войны Возили раненых Ведь в том числе И тут вот Ну больные Ну те же Те же раненые Как говорится Но как у нас на телевидении говорят Новость это то что сегодня Завтра это уже история Прошло 4 года История легла все-таки Вот она бродила Бродила в голове Получилась песенка Не совсем Ну в общем-то В принципе так примерно и было Но есть определенный Художественный вымысел Песня называется Седьмой Человек предполагает А судьба располагает Не узнать дорогу наперед Завернули нас с маршрута Плохо стало там кому-то Мы кладем в виражик вертолет Как сто лет назад в Афгане В правой чашке Друг мой Ваня Между нами Саня Бортовой И усталость трекозая Над бескрайнею тайгою Мы жужжим И фронт здесь Грозовой Где-то в прошлом пушки-танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе есть заботы Хватит нам и здесь работы Ведь не всю жизнь нам воевать Снова пашем сверху ручно Нам в больницу нужно срочно Вывести кого-то из тайги И находим мы средь елок Богом брошенный поселок Домики, как бабушки Егинь Ветер сильный на посадке Не впервой нам все в порядке Быстро фельдшер объяснишь потом Что аппендицит случился Парень вон в живот вцепился И девица тоже с животом Мальчик фельдшер слишком бледный Первый раз летит он бедный Шестеро нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось Под обстрелом взвод на борт Нам с Ваней принимать Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, что в повалку Мы перевозили за рекой А теперь мужик в салоне Как трехсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой Знаем, все в порядке будет Парень точно не забудет Этот наш внеплановый полет Что-то там ему отрежут Будет жить в тайге, как прежде Может, нас когда-то поменет На сносях у нас девчонка Голосит, но так уж звонко Саня, быстро что там доложи Командир, отходят воды Прилетели это роды Мы ж не проходили тренажи Девка в воздухе рожает Нас засветки окружают Бедный фельдшер проглотил язык Примет Санечка, младенца Замотает в полотенце Прокричит нам радостно Роботяга наш Ми-8 От грозы нас всех уносит Снова мы как будто на войне С Ваней мы переклянемся Знаем точно, что вернемся Мы ж теперь обязаны в войне Человек предполагает Судьба располагает В этой жизни абсолютно всем Вылетали нынче трое Нас маршрут потом удвоил А в итоге прилетело семь Вылетали точно трое Нас умножили на двое А в итоге оказалось семь Вот седьмой ряд Но мужик Спасибо Спасибо Вот Ну я уже говорил, что песни «Я летчик» есть на диске Это все-таки из того, что было раньше Хотя там есть определенный апгрейд Скажем так, как сейчас модное слово такое И еще одна песня На диске Я вот все-таки посчитал нужным ее туда включить Я ее перепел Именно из-за этого, собственно, и включил Потому что Ну на концертах поешь Ну мне не очень нравилось Как она была на предыдущей пластинке То есть все, аранжировка меня полностью устраивала Ради обмен там и так далее Ну все-таки Я Ну вам уже потом судить Ну в общем я ее перепел И как обычно, вылет срочный Знать прижали наших точно Мы летаем денно-ночно На свой вечный риск и страх На нашу планшете метку Там в квадрате, словно в клетке Слыхается разведка В этих чертовых горах Нам поставлена задача Вот еще бы нам удачи Мы торопимся иначе Там полежит целый всвод Запускаясь без газовки Техник в старикой спецовке Хлопнет борт по законцовке Два грача идут нам взляд Мы не смотрим на пейзажи Надо быть всегда на страже Среди горы скал виражем Эй, браток, не отставай Выхожу из-за пригорка Осмотрелся я на горке Ищу по себе разборки Новый дом и не зевай Эй, внизу держись пехота Начинается работа Справа тридцать пупиметы Мне земля пофер орет До ворот Бросаю фабы И на выводе ни слова Словно я попал в ухабы Заболтала самолет Трассера, как паутина Маневрирую активно Шивописная картина Как собрасыва грачи Прилетели выручаем Все коньком нас здесь встречают Но к земля не отвечает Ну, разведка, не молчи Я кручусь и булыркаюсь В сотый раз я зарекаюсь По прилету увольняюсь Чтоб не я двухсотый груз Нахрена пошел я в качу Вот Ульяновск Все иначе был бы дом Машина, дача И водил бы арбуз Грач, бедняга, изувечен Я за это им отвечу И несутся мне навстречу Ярко-красные шары Чудеса еще бывают Я живой, хоть попадаю Под глаза мне раскидает Нет спасения от шары Горячо, не просто жарко Отправляю вниз подарки Удержать попробуй марку Под свинцовым кипятком В ЛПУ, как пушка, танка Грохот, выстрела, болтанка Я как муж в казерной банке По которой надо в холм! Не попасть бы нынче в сводку Чтоб за нас не пили водку Я как уж на сковородке Из-за расхода ваннбэка Имитирую атаки Выходить пора из драки Ведь почти сухие баки И подробанных пока Мне подвозжигает морозом Грачу стало клюнул носом Значит, весь я под вопросом Самолет бы просто в хлам Но сама машина дышит Словно держит кто-то свыше И в наушники я слышу Летунный, спасибо вам! На обратном, да вернули Позади снаряды пули Уравнение обернули Держит в воздухе грача Борт летит на честном слове А из носа капли крови Знаете, со счастья На здоровье палача от врача Дальний, ближний Вот бетонка Порожопно хлопнет звонко За рулю уйду в сторонку И меня не тормошить Где-то болит Но это где-то А вокруг Такое лето Техник даст мне сигарету Их, ребята Будем жить Спасибо Ну пилотаж Ну что тут говорить Вон там Прошлым командир Пилотажной группы Стрижи Заслуженный военный Летчик России Виктор Селютин Эдуард Жуков А вот он Прошел тоже И вот Когда вот эта работа Происходит в небе На салонах Так же как Сергей Леонидович Богдан Андрей Воровай Они же тоже вот там На Максе Подходят люди Там на выносить Как? Как это вот Ну как? Я говорю Все очень просто Нужно только научиться летать Всего-то Хочешь? Хочешь? Научу тебя летать Хочешь? Расскажу тебе Как птицу искать И ночью Оттолкнув поверхность Улететь И коснувшись звезд От счастья петь Главное Хотеть Знаешь Ты не сможешь Это позабыть Знаешь Небо невозможно Не любить Вслед Таэш Облака Листаешь Как тетрадь Знаешь Не поможно Обнимать Главное Мечтать Звездной Вышине Впрямь А не во сне Обмануть Законы Пизики Изуметь Формулы Поправ Сети Разорвав Измечением Из правил Улететь Шумом ветерка Негде там В облаках В облаках Умываясь В облаках Умываясь Что он хотит Мечтать устал Чтоб любиться Летать И успеть Спеть Веришь Если верить Вспудется мечта Веришь Лучшая команда От винта сумеешь Два на два умножишь Выйдет пять, веришь Ввысь несложно улетать Главное мечтать Пылью разлетится снизу Суета Пылью обернется Главная мечта И крылья Не дадут любовь твою убить Знаешь, это небо Можно пить И главное любить В звездной вышине Время, а не во сне Обмануть законы физики суметь Формулы поправ Сети разорвав Исключением из правил Улететь Шумом ветерка Где-то в облаках Умываясь Чтоб любить Летать Чтоб любить Летать И успеть Спеть Хочешь? Хочешь, научу тебя Летать Спасибо Я вот понял Нельзя суево Как я сказал Все очень просто Нужно всего лишь научиться летать Это очень мне просто Вот собственно говоря Тринадцать таких треков Мне иногда говорят Тебя цифра тринадцать не пугает Сегодня тринадцать Это мое число Вот Ну а вообще На диске четырнадцать треков Четырнадцатым опять идет Я летчик Это очень Интересный Скажем так Эксперимент Это Песня в сопровождении Образцово-показательного Оркестра вооруженных сил Республики Беларусь Оркестр был Неоднократно Лауреатом Обладателем Гран-при Фестиваля военных Оркестров Европы Он Когда-то был признан Оркестром года В Европе Есть такой титул Он присуждается Военному оркестру Каждый год Из какой-нибудь страны Ну мы сегодня Не будем ее заспеть Потому что С транспортниками Не удалось договориться На аэрофлоте 50 музыкантов С инструментами Ну сложно Да и здесь Пришлось бы двигаться Вот Ну это шутка конечно Но большая удача Для меня Ну изначально вообще Это было странно Эта идея родилась В Перми Там проводится Такой фестиваль Крылья Пармы И там Идейный вдохновитель Организатор Юлия Борисовна Ворожцова Однажды мне звонит Это несколько лет назад Она говорит Слушай Говорит А давай мы здесь Вот у нас тут есть Замечательный Пермский губернский Летчика Вот Духовой оркестр Я говорю Ты с ума сошла Она не Ну Я говорю Да ради бога Делайте что хотите Я приезжаю Ну там через полгода На фестиваль Она мне звонит Слушай Тебе же надо на репетицию Съездить туда В дворец культуры Там оркестр Я говорю Что что ли сделали Я с таким скепсисом Туда поехал С таким же скепсисом Насколько заслуженный Деятель искусств Российской Федерации Полковник Тверетинов Евгений Александрович Отнесся к тому Когда Юлия Борисовна Его попросила Говорит давайте сделаем Аранжировку от песни Есть человек в Минске И принесла ему диск Он мне потом рассказывал Говорит я читаю там Ну ладно Я летчик А Пермский край Это край многих Этих исправительных учреждений Сталинских там И так далее И он читает Так Дорога на Воркуту Ну мы не будем Не будем мы это делать Она не Ну вот И вот я когда пришел Он мне пожал руку Говорит вы знаете Я когда послушал диск Понял насколько я Ну не ожидал Это все услышать Вот я настолько же Не ожидал услышать Когда они начали играть Для меня это было просто Ну неожиданно Очень Я сам в духовом оркестре Играл в музыкальной школе На баритоне Такая труба Вот И потом вот это дело Родилось именно Этот проект Ну это дорого Записать С духовым оркестром Студию В Перми это сделать Не удалось Это удалось сделать Применив административный ресурс Министерства Обороны Российской Республики Беларусь Все-таки В телекомпании Воен ТВ Которая делает иногда Сюжеты про военный оркестр Вот Но было сложно Их поймать Они конечно На гастролях Постоянно и в мире И по Беларуси Больше все-таки по миру Издает очень такой Серьезный коллектив И мы сделали это Вот Я думаю, что вы это Оцените Оно на диске Вообще Конечно странно Получилось Лет 20 назад Когда Розенбаум С симфоническим оркестром Спел гоп-стоп И я смеялся Ну какой-то кич такой А друг один у меня Он борточом летал На Ил-76 Он говорит Анисимов Попомнишь мои слова Когда-нибудь ты с оркестром Я летчик споешь Не прошло и 20 лет Не знал Вот какой получился альбом Очень хочется Чтобы следующий вышел Конечно не через 3 года А раньше Вот Ну надеюсь Все-таки это Получится И Ну я все-таки Уже мы Вот Эта презентация Она состоялась Ну и прежде чем Утиный перекор Хочу Давно не пел Хочу одну песню спеть Просто я сегодня Вот песню спел На стихи Шпаликова Геннадия Это редкое явление Когда Ну вообще я написал Всего 2 песни На чужие стихи Это люди Которых уже с нами нет Интересная история Не хотел бы рассказать Думаю ну ладно Может быть В эфире не смотрят Я фамилии не буду называть И имен Приходят Не буду говорить Из какого города Приходят письма всякие И вот одна женщина пишет Я Значит Вот слушала ваши песни И вот она про эту песню Значит пишет Вы знаете Очень здорово Я как преподаватель литературы Вам скажу Что Слог очень хороший И вообще Ну хороший стих Ну я Конечно постарался И вежливо ответить Я и написал Что Ну Вы действительно правильно написали Что слог хороший Потому что стихи написал Лауреат Нобелевской премии В области литературы Иосиф Александрович Бродский Это очень Ну Кстати Мало кто Этот стих Из знатоков Его знает Почему-то На Бродского очень много Музыки написано На одни и те же стихи На эту я ни разу не видел Просто мне случайно Когда-то он попался И я вот его читал И у меня уже музыка была в голове Стих 1968 года Он очень необычный Я считаю Это было написано После ввода войск Советского Союза Не только Но Варшавского договора В Чехословакию Известные события Письмо генералу Зет Война Ваша светлость Пустая игра Сегодня удача А завтра Дыра Генерал Наши карты Дерьмой Я пас Север вовсе не здесь Но в полярном круге Их ватар шире Чем ваш лампас Потому что фронт Генерал На юге На таком расстоянии Любой приказ Превращается рацией В буги-буги Генерал Яролаш Перерос В бардак Бездорожья Не даст Подвести резервы И сменить белье Простыня На штат Это, знаете Действует Мне на нервы Никогда До сих пор Полагаю так Не был загажен Алтарь Минервы Генерал Мы так долго Сидим в грязи Что король червей Загадя ликует И кукушка Безмолв Упаси Впрочем Нас услыхать Как она Кует Я считаю Надо сказать Мерси Что противник Не атакует Генерал Только душам Нужны дела Души же звездно Чужды злорадства И сюда Наступаю Завела Не стратегия Даже Но жажда Братства Лучше в чужую Встревать дела Коли в своих Нам Не разобраться Генерал И теперь у меня Мандраж Не пойму От чего От стыда От страха От нехватки Дам Или просто Блаж Не помогает Ни врач Ни знахарь От того Наверно Что повар ваш Не разбирает Где соль Где сахар Генерал Я боюсь Мы зашли в тупик Это месть Пространство Косой сожжение Наши пики Ржавеют Наличье пик Это еще Не залог Мишени И не двинется Тень наша Дальше нас Даже В закатный час Генерал Вы знаете Я не трус Выйти Досье Наведите Справки Как пули Я безразличен На плюс Я не боюсь Ни врага Ни ставки Пусть мне Прилепят Бубновый туз Между лопаток Прошу Отставки Я не хочу Умирать Из-за Двух Или трех Королей Которых Я вообще Не видал Глаза Дело Не в шварах Но в пыльных Шторах Впрочем Жить за них Тоже мне Неохота В твои Ня Генерал Мне все Надоело Мне Скучен Крестовый Поход Мне скучен Вид застывших В моем Окне Гор Перелесков Речных Излучен Плохо Я жил Мир вовне Изучен Тем Кто внутри Измучен Генерал Здесь не видать Но они слышны Снайпер Томясь От духовной Жажды То ли приказ Толь письмо Жены Сидя на ветке Читает Тут дважды И берет От скуки Художник наш Пушку На карандаш Генерал Только время Оценит Вас Ваши Канны Флеши Коре Кагорты В академиях Будут Впадать В экстаз Ваши Баталии И натюрморты Будут Служить Расширению Глаз Взглядов На мир И вообще Аорты Генерал Я вам должен Сказать Что вы Вроде Крылатого Льва При входе В некий Подъезд Ибо вас Увы Не существует Вообще В природе Нет Не то чтобы Вы мертвы Или же Битые Вас нет В колоде Генерал Пусть Меня Отдадут Под суд Я вас Хочу Оснакомить С телом Сумма Страданий Дает Абсурд Пусть Абсурд Управляет Телом И Домонячит Его сосуд Чем-то Черным На чем-то Белом Генерал Скажу вам Еще одно Генерал Я взял вас Для рифмы К слову Умирал Что было За мною Но Бог до конца От зерна В полову Не отделил И сейчас Ее Употреблять Вранье Ночь Мои мысли Полны Одной Женщины Чудной Внутри В профиль То, что Творится Сейчас Со мной Ниже Неба Но Превыше Кровель То, что Творится Со мной Сейчас Не скрупляет Возьм Генерал Если Вяжи Карточный Номик Хлеб Я пишу Вам Рапорт При Водопляне Для переживших Великий блеф Жизнь Оставляет Клочок Бумаги Для переживших Великий блеф Жизнь Оставляет Клочок Бумаги Переход Аплодисменты